В 2021 году заслуженному деятелю искусства России, лауреату государственных и республиканских премий Дагестана, члену Союза композиторов СССР Магомеду Гусейнову исполнилось бы 80 лет. Заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов СССР Магомед Гусейнов ушел из жизни в возрасте 79 лет. Творческое наследие композитора, более 200 произведений различных жанров, невероятной красоты и гармонии. Творческая деятельность началась еще в 60-е годы прошлого столетия. Около 40 лет Магомед Азисханович проработал на ГТРК «Дагестан» главным редактором, а затем заводил на музыкальных программ. С 1989 по 1992 год заместитель министра культуры республики, а с 2008 года художественным руководителем до гость театра оперы и балета. Композитор принадлежит к плеяде выдающихся деятелей искусства республики. Всю свою жизнь он посвятил сохранению и развитию профессиональной музыкальной культуры Дагестана. Имя Магомеда Азисхановича Гусейнова и его обширное музыкальное творчество вошли в сокровищницу духовного наследия Дагестана и России. В память о маэстро в Махачкале прошли вечера памяти с участием представителей общественности, коллег, друзей. Дирижер Госоркестра народных инструментов и Дагестанского государственного театра оперы и балета Наврушахбазов, вспоминая о совместной работе и о творчестве, отметил. Я счастливый человек, мне повезло. Долгие годы мы работали вместе. Магомед Азисханович был нашим руководителем. Все музыкальные коллективы были при ГТРК Дагестан, главный редактор музыкального обещания. Магомед Азисханович всегда по-отечески, с любовью относился к каждому, не только руководителю, и к каждому артисту. Очень чутко воспринимал все проблемы, как мог помогал. Удивительный был человек. Конечно, главное это то, что он написал, этот выдающийся композитор. Столько написано разных жанров. Симфоническая музыка, он очень любил хор и с удовольствием писал. Уже, к сожалению, этого хора нет. Был замечательный у нас хор, который пел на разных языках. И Магомед Азисханович писал не только обработки на резгинском языке, но и также у него были крупные симфонические хоровые сочинения. Я помню, в малом зале русского театра был потрясающий концерт. Очень много написано Магомед Азисхановичем вокальных сочинений. Изумительно, он тонко чувствовал природу человеческого голоса. И в произведении создается такая атмосфера, он настолько мог проникнуть в строй стиха и воссоздать музыкой именно этот образ, который необходим. Я всегда вспоминаю потрясающую песню Амати, которую исполнял фантастически просто Эльбик Сабекович. И много-много произведений. Он же писал не только в классическом жанре, он писал и для эстрадного. Был юбилей в большом зале, где целый блок эстрадных произведений вокальных прозвучали. Я тогда первый раз открыл, я себе думаю, какой разносторонний композитор, как для народного оркестра Магомед Азисханович Гусейнов много написал. Ни один композитор Дагестана не написал. Рапсодия для Дудука великолепно исполнял Иисус Абдулганеев. Концертина для гармонии. Вариации для двух кларнетов. Он очень тонко чувствовал юмор. С чувством юмора был человек и мог в музыке это все отобразить. Вот в вариациях для двух кларнета можно услышать и хохот, и шутки, диалог между двумя инструментами, и как люди общаются, и как живо реагируют друг на друга. До последнего времени он работал, писал. Не каждый композитор, к сожалению, у нас живущий в Дагестане, работает. Магомед Азисханович работал, трудился всю жизнь. В последнее время написал Хинарскую фантазию народного оркестра. Замечательное произведение. Особо хочу подчеркнуть Лизгинскую рапсодию для Тараса оркестра. Это, я считаю, лучшее произведение, когда-либо написано для нашего оркестра. Потрясающе. Это произведение исполняли и здесь, и в Баку, в Москве, и везде, где не исполнялось это произведение. С таким восторгом, с таким удивлением люди воспринимали потрясающее произведение. И, конечно же, масштабное его сочинение. Долгие годы он готовился, создал колоссальную оперу Шарвили. Эпическую оперу. Это огромный масштаб. Не только написать клавир, но инструментовать это произведение. Какой труд колоссальный. Магомед Азисханович сам написал музыку, клавир и написал партитуры. Это колоссальный труд. Это масштабное произведение в двух действиях, в семи картинах, идет в театре дагестанском, оперном. Очень надеюсь, что осенью мы восстановим и покажем. Был изумительный человек, очень доброжелательный, всегда подойдет, спросит, какие проблемы, чем помочь. Потрясающий был человек и начинаешь понимать, рядом был выдающийся композитор. Музыковед Эльмира Абдулаева и председатель Союза композиторов Дагестана Рамазан Фаталиев, говоря о творчестве композитора, отмечают. Главное качество его натуры и смысл жизни – это поиск. Магомед Гусейнов – автор более двухсот произведений, среди которых опера Шарвили, симфоническая музыка, вокально-симфоническая музыка, сочинения для хора, камерные произведения, вокальные циклы, эстрадная музыка, сочинения для оркестра народных инструментов, музыка к театральным спектаклям, богатый репертуар для детей. Особого внимания заслуживает деятельность Магомеда Гусейнова как композитора-собирателя музыкального фольклора, автора-создателя сборника. «Дагестанские деятели музыкальной культуры» сборник вышел в 2005 году, и он автор музыкальной публицистики. Замечательная книга о нем самом и о процессах музыкальной жизни, в которых он взращивался как музыкант в годы и ритмы. Замечательная монография. Весь творческий путь композитора от первых его шагов был озарен личностью Готрида Ильича Гасанова. Учителя, наставника и чьи, собственно, традиции Магомед Азисханович притворяет в своем творчестве и старается следовать всем тем постулатам, которые в него вложил его учитель. Пытливый интерес к национальной истории, давняя мечта написать оперу, привели Магомеда Гусейнова к сюжету народного героического эпоса «Шарвили». Возможности Дагестанского государственного театра, оперы и балета укрепили эту мечту и ускорили ее воплощение. Постановка оперы состоялась 19 апреля 2013 года. Она стала не только важным событием в творческой биографии автора и культурной жизни республики, но и подтвердила факт продолжения традиции оперного жанра на национальную тематику в дагестанской профессиональной музыке. В семи картинах оперы вся сюжетная канва раскрывается в сольных и хоровых эпизодах, ансамблях и танцевальных номерах, как незримая нить, как некий символ. Сквозь образную драматургию оперы проходят интонации народной музыки, народного быта. Когда я был участником художественного совета телерадио компании «Дагестан», я имел возможность воочию наблюдать за работой. Его в качестве руководителя музыкальной редакции многому в дальнейшем я учился у него. Творчество Магрена Схановича монагогранно. Я бы отметил его тонкое отношение к фольклору. Вместе с тем не чужды Магрена Схановича и новые веи, используя достижения современных композиторских школ. И когда его музыка звучит на различных фестивалях вне Дагестана, воспринимается вполне органично произведениями других авторов. В то же время в этой музыке мы слышим национальные истоки. В качестве примера проэму «Итинемент». На каких бы площадках ее не слушали, вызывает живой интерес благодаря синтезу. Фольклорного начала и современного мироощущения. С воспоминаниями заслуженный деятель искусств России, председатель Союза музыкантов Дагестана Хан Баширов. Каждые мои каникулы сопровождались встречей с Владимиром Васильевичем Спиранским. Он в те годы вел музыкальный Дагестан программу. И он меня приглашал, и в один из дней он знакомит меня. Говорит, это композитор Магомед Кусейнов. Заведовал музыкальной редакцией. И он мне тогда дал свои пьесы, где я уже включал программы в экзаменационные. Далее наша дружба продолжалась. Вместе ездили. Но запоминающаяся была наша поездка в Нальчик. На 50-летие Союза композиторов Кабартина-Балкари. Я хорошо знал Николая Николаевича Калинина, главный дирижер и художественный руководитель Академического оркестра русских народных инструментов. Он возглавлял Всероссийское музыкальное общество, к кому мы относились тогда, в те годы. И я говорю, Николай Николаевич, вот хорошо было бы, чтобы один из инструментов наших, национальных, народных, прозвучал с вашим оркестром. Он говорит, ну ты знаешь кого-нибудь, кто пишет? Знаю, говорю, вот у нас есть известный композитор. Он написал красивую рапсодию для Тара и оркестра. Он говорит, хорошо, высылайте мне партитуру в концертном зале имени Чайковского. На одном из концертов этого оркестра прозвучала рапсодия. Был огромный фурор. Много аплодировали. Приглашали на сцену Магарита Аджисхановича. Он такой стеснительный же был. Так раз-раз кланяется. Спасибо, спасибо. Калинин его поздравил. Вирзанта поздравили. Это сочинение звучало с оркестром нашим. Потом звучало с камерным оркестром филармонии имени Станислава Кужановского. В исполнении лауреата международных конкурсов Шамиля Шерифалиева. Никогда этим не кичился, никогда не выставлял себя. Там я такой-такой. Простой был, очень скромный был. И мы, можно сказать, дружили с ним прямо до последнего дня. И вот в целях увековечения памяти надо и улицу, и доску. Это огромная потеря для нас. Во-первых, как музыкант был гениальный. Как человек был гениальный. И просто как работник, как трудяга. Он у вас тут заведовал музыкальной частью. Раньше были здесь симфонические оркестры, раньше был здесь хор, эстрадный оркестр, оркестр народных инструментов. И потом я тоже входил в художественный совет по приему новых сочинений. Вот композиторы писали, как профессиональные, так и самодеятельные. И вы знаете, Магаэль Тазисханович всегда держался на высоте. Порой были эмоции композиторы. А Магаэль Тазисханович умел убеждать их вместе со Спиранским. Спиранский ушел, и как бы его место занял Магаэль Тазисханович. Потом одно время его перевели в замминистра культуры Дагестана. Моя память останется на всю жизнь, потому что, в первую очередь, человека простота украшает. Его добродушие, его внимание к людям. В конце концов, мы же не вечны на этой земле. Мы должны делать добро, оставить, чтобы о нас вспоминали хорошим словом. Вот этим хорошим словом мы вспоминаем Магаэль Тазисханович. Аллаху Рахмаду, светлая память. И лично в моей душе он и по сей день. Мы должны равняться на таких людей. Посвящение Магомеду Гусейнову, поэт Виктор Кузенков, и шел упорно, дерзко и неутомимо. Черты лица отчетливы и грубы, худые щеки, длинный дерзкий нос и тонкие властительные губы, Как даль морская зыбкие глаза. И как мираж с извительной живинкой, то ярость в них, то нежность, то гроза, то отчуждение засверкает льдинкой. И добрый он, как огонь веселый, всех искренностью ясно согревал. И поступая всем необъяснимо, он выбирал свою тропу. И шел упорно, дерзко и неутомимо в бессмертие и грядущее посол. Считал себя он только подмастерьем. Трудиться никогда не уставал. Не лицемерил он и убеждением, однажды принятым, не изменял. Мечта к нему садилась на порог. И в дверь стучалась истина ногая, но он не сник, интуитивно зная, что совершил еще не все, что мог. Как он играл, властительно и звонко, с иронией, с небрежным торжеством. Он жил, как все, жалея и прощая. Несправедливость с ложью не терпел. Умел шутить язвительно и тонко. И, слушая его и понимая, как будто в бездну человек смотрел. Ему участием славой обходили. То на костер, а то и под расстрел. Какие бочки на него катили. Но уступать ни в чем он не хотел. Жизнь поступала часто с ним жестоко. Он уходил, поэмы дописал. Земля опять блуждала одиноком и сейчас в неведении. Зачем? А он сближал эпохи и с вершиной смотрел на мир, что мельтешил внизу. И трогали его лицом морщины. Рождалась музыка. Сметение, радость, стон, даря то радость, то беду и горе. Был он правдой одухотворен, мир подчиняя непреклонной воле. В минуты ликования горд и строг, вводя как черт великих в искушение, В него вселялся на мгновение Бог. Наверное, в надежде обновления. Он, ненавидя, мог и любить. И пели гимны трепетные руки. Он беззаветно и легко творил, не понимая, кто рождает звуки. В них гнев и боль, и радость, и любовь. Вы меркаю земной его не мерьте. Он жил, творил, любил. И крылья обретал. И был в бессмертии.